Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Вероника Бибикова. Коротко о главном к этому часу. Больше поводов для встреч и радости. Валентине Барановой персонально вручили материальную помощь к 9 мая. Директора Института Конфуция Минского лингвистического университета оценили изучение китайского языка в нашем городе. Сотрудничество продолжат. Как гродненским учащимся и студентам помогают определиться с местом работы и профессии. Вторая молодежная ярмарка вакансий прошла в городе. Дружеский матч по мини-футболу и много спортивных подарков ждали учеников 4-й гимназии. Больше поводов для встреч и радости. Валентине Барановой персонально вручили материальную помощь к 9 мая. Под музыку с цветами и улыбками. В Гродно продолжают навещать ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично вручить заслуженную материальную помощь. В гости пришли и к Валентине Барановой. Осенью прошлого года она отметила вековой юбилей. Все так же бодра и весела, рада встрече и общению. Даже встречать вышла на улицу. Говорит, чтобы никто потом не убежал, а выпил с ней чай с угощениями. Валентина Петровна рассказывает о своей жизни много и увлекательно, вспоминая о военном времени и о том, как попала в Гродно, город, где исполнилась ее мечта. Вечером накануне войны она праздновала выпускной, как и многие, была уверена в своем чудесном будущем, желая того же своим одноклассникам на открытках. В каждом пожелании было написано, Валюха или Валечка или Валентина, милая подружка, желаю тебе, и все желали мне быть артисткой, потому что я так хотела быть балериной, ну так хотела быть балериной, но балерина не получилась. Уже в такие годы все равно пожелали мне, чтобы моя мечта сбылась, чтобы я была артисткой. Ну, к великому сожалению, проснувшись на следующий день, утром проснулись, а мне подружка моя, Ирочка Барашкова, моя подружка, она уже сидела у моей кровати, потому что я только-только заснула. Мы же сидели до утра, мечтали о своем будущем. Она говорит, Валя, война. Мечта сбылась гораздо позже. В 32 года она пошла учиться играть на фортепиано. Несмотря на семью и маленьких детей, она все же получила образование и стала прекрасным педагогом и артистом, как и хотела. Я твоя белая, белая, белая. В Гродно проживает 34 ветерана и 99 человек, которые пострадали от последствий Великой Отечественной войны. Всем с 25 апреля по 4 мая выплатят материальную помощь. Для ветеранов Великой Отечественной войны от 2 до 4 тысяч белорусских рублей. А для лиц, пострадавших от последствий войн, в размере 1 тысячи белорусских рублей. Мы надеемся, что вот это внимание, которое оказывают наши дети, наши горожане, продлит им счастливую жизнь в нашей родной, процветающей Беларуси. Гимназисты встретились с почетными выпускниками и медиками Гродничины. На встречу в рамках проекта «Школа активного гражданина» пришли главврач областного клинического перинатального центра Владимир Заверко и заведующий хирургическим отделением Иван Цилинць. Каждый четвертый четверг месяца для учащихся старших классов проводятся единые дни информирования под общим девизом «ШАК» – школа активного гражданина с приглашением государственных и общественных деятелей, представителей органов государственного управления, депутатов и медийных персон. Они через свой опыт рассказывают ребятам о профессиях, непростых жизненных ситуациях и помогают сделать правильный выбор. В зале собрались более сотни школьников и у каждого был свой особый вопрос для гостей. Медицинские сериалы – это действительно то, что интересует, но как медик я себя, к сожалению, не вижу. Я в другом подпрофиле, но я знакома с многими ребятами, которые действительно хотят, этим горят. Также наша гимназия участвует в большом количестве конкурсов, связанных с биологией, химией и занимает призовые места в городе. Поэтому я думаю, с них получатся действительно хорошие медики. В гимназии обучаются ребята химико-биологического профиля. Ежегодно многие учащиеся таких классов поступают в медицинские университеты страны. 85% из них обучаются на бюджетной форме. Среди гимназистов есть победители заключительных этапов республиканских олимпиад. Которые поступают в медицинские вузы без вступительных экзаменов. Стоит отметить достижения нашей страны в сфере охраны материнства и детства. Выполнение высокотехнологических операций в сфере трансплантации, кардиохирургии, офтальмологии, лор-сфере, сфере онкологии, онкогематологии. Подрастающее поколение и молодежь должна знать о достижениях нашей республики, нашего государства во всех сферах, в том числе и медицинской сферы. Многие выпускники гимназии сегодня трудятся в медучреждениях города, области и страны. Как, к примеру, Владимир Зверко, главврач областного клинического перинатального центра. Вместе с коллегой Иваном Цилиндзем также пополнили гимназийскую аллею памяти на еще одну яблоню. Сегодня сад насчитывает около 40 яблоневых деревьев, которые летом радуют школьников и жителей соседних домов сочными плодами. Также гости запечатали капсулу времени, которую через несколько десятков лет откроют новые учащиеся гимназии. При общении с выдающимися людьми, которые внесли большой вклад в развитие как нашего горячо любимого города Гродно, так и горячо любимой Белоруссии, которые своим личным примером, своим кропотливым, добросовестным, качественным, ежедневным трудом показывают нашим детям пример достойного гражданина. И общение с такими людьми всегда находит в сердцах наших детей большой отклик. Они, глядя на них, смотрят, находят какие-то определенные трудности в этой профессии, помогают, что помимо «хочу» есть еще «надо», есть еще «могу». Директора Института Конфуция Минского лингвистического университета оценили изучение китайского языка в Гродно. Итог сотрудничества продолжат. Язык этой восточной страны и ее культуру осиливают в гимназии номер один имени академика Карского. С 2015 года первые 20 детей начали учить китайский язык. Через год открыли класс «Конфуция». Такой есть еще в Могилеве. Ежегодно учреждения образования нашего города получают гуманитарную помощь для развития этого класса и изучения китайского языка и культуры. Это дает внушительные результаты. Ребята – постоянные победители и призеры Олимпиад. Для нас отрадно, что сегодня мы говорим о 216 учащихся, которые изучают китайский язык как обязательный учебный предмет. Вот с 2017 года мы ввели обязательный предмет, и сегодня уже ребята-семиклассники изучают китайский язык на протяжении 7 лет. Для нас отрадным является то, что наши учащиеся являются стипендиатами, призерами, получают денежные премии с китайской стороны. И по итогам 2023 года наша гимназия признана образцовым учреждением образования в части изучения китайского языка. В гимназии номер один три преподавателя китайского языка. Один из них – носитель. Готовят их в Институте Конфуция в Минском государственном лингвистическом университете, с которым в Гродно тесно сотрудничают. Мы очень рады, что популярность китайского языка в Гродно растет, и это говорит о том, что у нас за последние годы появилось больше партнеров здесь. Более 30 лет отношения между Китайской народной республикой и Республикой Беларусь крепнет и достигает высокого уровня. И мы рады очень тому, что наш Институт Конфуция в МГЛУ является мостом дружбы и сотрудничества между нашим университетом в городе Минске и Юго-Восточным университетом в Китае. Школьники принимают участие в различных конкурсах по китайскому языку, например, в Олимпиадах и в Китайском мосту. Они всегда занимают призовые места. Мы со своей стороны оказываем поддержку в различных мероприятиях. Есть преподаватели-волонтеры из Китая. Такое тесное сотрудничество будем продолжать. Китай – это не только сложный для нас язык, но и уникальная культура, полная своих традиций. Изучая словесную грамотность, важно проникнуться в традиции. В этом случае музыка и театр. Гимназисты сделали это. Ансамбль народных инструментов «Румлёвские зорочки» сыграл китайскую народную песню «Шанхай», а также показали свое театральное мастерство, представив постановку «Почему крыши в Китае стали изогнутыми». Как выбрать будущую профессию? Легко. Вторая молодежная ярмарка вакансий прошла в Гродно. Она длилась три дня. В первые более 50 предприятий и организаций города в технопарке выставили свои презентационные площадки. Во второй день в молодежном центре Гродно 30 молодых специалистов пообщались с учащимися школ, колледжей и студентами вузов. И в третий день участники ярмарки отправились на производство. О том, как сейчас наглядно и результативно показывают молодежи разнообразие профессий и вакантных мест, в материале нашей съемочной группы. Я горжусь тем, что живу в стране, где производят отличный сыр. С таким громким заявлением учащийся четвертой гимназии Владислав Трофимович выступил после дегустации продукции «Молочного мира». Ее, как и экскурсию по предприятию, организовали для участников второй молодежной ярмарки вакансий. К нам в класс пришла классная руководитель. И она предложила сходить на одно из предприятий в городе Гродно. И наш класс более заинтересовался в «Молочном мире». Мне экскурсия очень понравилась. Я хочу работать на «Молочном мире». Хотел бы на должности инженера-технолога, ведь мне очень понравился процесс сам выработки сыра, как создаются рецептуры, как вообще идет обработка. Вот такой убедительной для школьника оказалась экскурсия. Просто, наглядно и, главное, результативно. В третий день ярмарки вакансий свои двери для молодежи открыли 11 гродненских предприятий. Именно чтобы молодым людям, выпускникам, предложить, рассказать, оказать содействие в выборе новой профессии, чтобы сам выпускник в наших учебных заведениях мог сам выбрать что-то, чтобы был у него выбор. Сам пройтись, посмотреть, проанализировать, подумать. В принципе, время еще есть. Во второй день прошли диалоговые площадки. Это было живое общение между молодыми специалистами разных гродненских организаций и предприятий и будущими потенциальными работниками. Очень нам приятно, так сказать, быть приглашенными на это мероприятие, потому что молодежь – это гарант развития предприятия. Мы активно развиваем молодежную политику. Сейчас у нас на предприятии трудится где-то около 1300 молодых специалистов. Недавно конкретно в наш отдел мы взяли тоже специалиста, очень достойного, мы очень довольны на отработку. Мы не боимся брать людей и по целевому на 5 лет, и на отработку. О том, как устроиться молодому специалисту и какие вакантные места и есть, сегодня участникам ярмарки рассказывали и в самый первый день. В технопарке свои площадки разместили порядка 50 организаций и предприятий. Всего за эти три дня ярмарку вакансий посетило более 2000 человек, что очень отрадно, так как молодежь данное мероприятие очень заинтересовала. Хочу высказать большую благодарность предприятиям не только за активное участие в молодежной ярмарке вакансий, но также за то, что они креативно представили свои предприятия как на первом дне, так и на втором ряд предприятий, не отказали в экскурсиях. Такой формат знакомства молодых людей с профессиями, безусловно, даст свои плоды. Уже скоро вакантные места будут заняты и этими же перспективными людьми. Вероника Цыганок, Дарья Мышко, Егор Скипко, Василий Мальцев. Новости Гродно+. В Гродно прошел обучающий семинар «Профсоюз за безопасность человека труда на рабочем месте» для организаций и предприятий промышленности. 28 апреля отметят Всемирный день охраны труда, который в этом году посвящен влиянию изменений климата на безопасность и гигиену труда. На мероприятии осветили наиболее острые темы для данной отрасли. К примеру, влияние климата на изменение работы сотрудников в условиях сильной жары или холода. Разбирались меры, которые должны быть предприняты в таких случаях. Что должны делать работники и работодатели в данных условиях? Сегодня в республике приняты фактически все возможные нормативные акты по обеспечению сотрудникам комфортной работы. Во время семинара будут рассмотрены вопросы. Это изменение дополнения законодательства расследования частных случаев и их регистрация изменения микроклимата, то есть которая присвящена в рамках Всемирного дня охраны труда тематика. Вот освящена тема. Также применение, это важность применения средств индивидуальной защиты и основные нарушения законодательства об охране труда, которые встречаются при проведении мониторингов, проверок организаций. Также рассмотрели вопрос расследования несчастных случаев на производстве, так как в этом году произошли изменения в правилах учета и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В рамках семинара прошла и выставка специальной одежды для работников промышленности. В основном тех, кто трудится на холодной обработке металлов или в легкой промышленности. Такая униформа помогает работникам переносить тяжелые условия труда. Высокие температуры во время производства защищает все части тела и снижает риск несчастных случаев. Хотелось бы отметить, что актуальность данных мероприятий в том, что при получении травматизма, вернее увеличении травматизма работников в государстве идут очень большие экономические потери. Только за прошлый год организации страхования выплатили по результатам несчастных случаев 179 миллионов 634 тысячи рублей. Из них, из этих денег, 160 миллионов составили ежемесячные выплаты. Новинкой сегодняшней выставки стал костюм стопроцентных хлопок. Очень интересная модель, которая подойдет во всех сферах деятельности для любых организаций, таких как металлообработка, деревообработка. Может использоваться в строительстве любых организаций. Здесь большое количество всеразличных карманов, которые крепятся либо на молнию, либо заклепки. И, естественно, нашим специалистам будет удобно и комфортно работать. Дружеский матч по мини-футболу и много спортивных подарков ждали учеников 4-й гимназии имени Казакевича. В гости к школьникам пришли игроки и руководство Гродненского подразделения Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Встреча была в формате диалога. О профессии спортсмена из первых уст. Знакомство с гродненскими футболистами физкультурно-спортивного общества «Динамо» прошло для школьников с большим ажиотажем. Каждый хотел вживую пообщаться с профессиональными спортсменами, которые представляют наш город на крупнейших соревнованиях страны. И тем более получить от них мячи – не другой спортинвентарь. Наши ребята, конечно же, любят заниматься спортом и очень культивируются. И интересны для них – это игровые виды спорта, командные, когда они, чувствуя плечо друг друга, участвуют в соревнованиях или просто в мероприятиях, допустим, шестого школьного дня соревнуются, играют, получают, в общем-то, удовольствие. На встрече учащиеся и учителя задавали интересующие их вопросы. В основном они касались мотивации спортсменов и их карьерных стремлений. Однако были и более каверзные, например, на что готовы пойти футболисты ради победы своей команды. После обстоятельного диалога сборная команда гимназии и команда клуба «Динамо» схлестнулись в дружеском матче по мини-футболу. Когда приезжает народная команда, мини-футбольная, профессиональная, которая буквально через несколько дней играет в плей-офф чемпионата Республики Беларусь, и дети видят своих кумиров, ну, наверное, вы знаете, это классно. Они видят их только по телевизору, а сейчас имеют возможность поиграть вместе с ними на площадке в мини-футбол. Это здорово! У Слонимского драматического театра гастроли в Гродно. 3 мая в 12.30 на сцене театра «Кукол» первая история. Она о том, что происходит с бабушками, когда непослушные внуки начинают сильно капризничать и не слушаться взрослых. А еще на спектакле можно узнать, где находятся тормашки и как их найти, разгадать рецепт превращения бабочек в бабушек и даже поучаствовать в самом спектакле. «Богатые невесты» – комедия для взрослых по мотивам Александра Островского, которая перенесет зрителей в XIX век. Казалось бы, очень легко выйти замуж невесте, имеющей хорошее приданное. Но в таком тонком деле много сложностей. Увидеть можно 3 мая в 19.00. «Снежная королева» – всемирно известная сказка по мотивам Андерсена. Покажут 4 мая в 13.30. Главная героиня сказки Герда отправляется в путешествие по мирам, которые создают два волшебника – добрый и злой. «Снежная королева» существует как образ, но на самом деле ледяное царство наступает внутри людей, когда они становятся злыми и жестокими. Побывав в каждом мире, девочка преследует одну цель – найти и спасти Кая, несмотря ни на какие преграды. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова